Антисанитарные условия хранения. Продукты лежат на полиэтилене прямо на полу. Сотрудники без перчаток и в уличной обуви. А по самому помещению бегают кошки. Именно так готовилась еда для сотен малышей на востоке области. Как такой предприниматель получил разрешение на работу, до сих пор остается загадкой. Проблемный комбинат питания был в Акбулакском районе. Предприниматель получил право на свою деятельность через госаукцион. Однако спустя время заказчик был вынужден расторгнуть договор. В прошлом году особенно остров стал вопрос о проведении ремонта в школах. Деньги выделяют в мае, а в сентябре ремонт уже должен быть завершен. По словам специалистов, очень сложно за это время провести качественные торги. Многие просто, ну может не хватило времени, не было специалистов. Они проводили, заключили контракты без проведения процедуры. А это санкция, конечно, это статьи существенная, когда на директора школы накладывается административное наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей. Работа ведомства носит в том числе и сезонный характер. Например, весной большая часть жалоб поступает на качество проведения ремонта дорог. При этом далеко не всегда они являются обоснованными. По словам специалистов, существуют так называемые профессиональные жалобщики. За отзыв жалобы они просят вознаграждение. Когда мы пытаемся, нам заказчики говорят, они просят, мы говорим, есть правоохранительные органы, обращайтесь. Но пока у нас вот только два случая. За подобные действия грозит в том числе и уголовная ответственность должностного лица. При этом организация на два года может попасть в реестр недобросовестных плательщиков, что лишает возможности участвовать в торгах на ближайшие два года. По словам сотрудников УФАС, увеличивается число административных нарушений. Общая сумма наложенных штрафов достигает почти 3 миллионов рублей. Алина Лебукаева, Виктор Яковлев, Новости дня.